Отчужденность возникает, когда мы пренебрегаем своими обязанностями. Тебе плохо? Иди у Бога бери силы, что ты ко мне пристал? На лекции сказали, у Бога надо брать силы, иди у Бога бери, нечего тут ко мне лезть. Конечно, очень трудно, надо быть святым, чтобы всегда силы близким отдавать. Но мы и к этому идем в жизни, мы хотим быть такими возвышенными. И поэтому нам такие песни нужны, которые показывают, как надо настраиваться по отношению к близкому человеку. Субтитры создавал DimaTorzok Мои хорошие мужчины подумают, вот такая мне жена нужна, Олег Геннадьевич. Нет, мои хорошие, это для вас песня, для мужчин. Это мы должны так отдавать женщинам свои силы. Как мужчина женщинам отдает свои силы? Женщина проявляет свою усталость через эмоции, она начинает капризничать. Есть разные женщины, все по-разному капризничают. Не надо говорить, что так лучше, так хуже. Все женщины разные, поэтому у них разный стиль. Первый стиль. «Мне плохо, я плачу, никого не трогаю, но при этом сильно хочу, чтобы меня трогали в это время». Вот, один стиль. В это время надо подходить, трогать, она может среагировать, может сказать «отстань от меня, мне плохо». Но ей будет приятно, что подошел. Но если мужчина подходит не наслаждаться ее телом в это время, просто подходит, знаете, вот мужчины, надо не путать. Вот, допустим, вы подходите, начинаете пытаться из нее извлекать счастье, когда ей плохо. Ну, то есть, наслаждаться ее красотой, телом, не надо в это время. Надо пойти сесть рядом. Женщина питается от мужчины через звук, говорить ей, говорить ей «Моя хорошая, все будет замечательно, не волнуйся». Так она питается, она сидит в это время и получает силы. Когда вы ее пытаетесь там обнимать, она говорит «отстань от меня, потому что в это время вы сами у нее силы забираете, у нее и так их нет». Я правильно говорю женщине? Да. Я обратную связь, я же не женщина, как бы я устанавливаю. У мужчин тоже есть реализованный опыт, у некоторых мужчин уже есть. То есть, не надо обнимать, нужно говорить в это время, говорить добрые слова, успокаивать. Женщина наполняется силой, когда ей плохо. Второй тип женщин. Они, когда им плохо, подстрекают мужа. Тяжелее уже, да? То есть, они подходят, начинают искать в нем недостатки, говорить ему такие слова тяжелые. Это значит, ей просто плохо, тяжело, нужна забота. И в это время тоже надо просто по-доброму общаться, с ней что-то ей хорошее говорить, она расслабляется сразу, успокаивается. Можно ее передразнить, вот она так себя ведет, по-доброму. Ей тоже смешно будет. Ну, то есть, успокоить, просто не обращать, не придавать этому значения. Когда женщине плохо, она из этого делает большое что-то такое. Она накручивает себе. Надо улыбнуться и просто показать, что ничего, все нормально, ничего такого большого нет. Ее сдувает сразу, как бы, и она начинает питаться от мужчины силой. Если у тебя есть эти силы. А если нет, значит, ты неправильно живешь. Человек должен всегда иметь силы для близких. И в этом наш долг заключается. Третий тип женщин, они, когда им плохо, они не делают, не как бы, не куксятся, не капризничают, не злятся. Они просто на мужа не обращают внимания. И начинают обращать внимание на подружек, на кошек, на собачек. Везде, где они берут силы. При этом мужчина думает, что она меня не любит в это время. Нет, у нее просто нет силы. И опять же, тот же самый результат. Можно даже, она на тебя не обращает внимания, можно подойти по-доброму, начать что-то говорить. В первое время всегда женщина, когда обесточена, она делает вид, что она не слышит. Она слышит в это время. Надо ей говорить, 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 и она потом при себе на раз, и все, расслабляется, успокаивается. И наполняется силами. Теперь, как мужчине давать силу? Какие бывают варианты у мужчин? Вот один вариант. Мужчина замыкается и как бы становится отшибленным. До него не застучишься, он как бы отшибленный. У кого такой вариант? Поднимите. В этом случае нужно с радостью, с любовью делать круги вокруг него в это время. Но при этом делать вид, что как будто ты его не видишь. То есть надо что-то делать вокруг него, ходить, улыбаться. И постепенно он наполняет силой и расслабляется. Вот так вот. Но если ты полезешь к нему в это время, он начнет как бы фыркать. Второй вид мужчин лезут к женщинам, когда как бы у них нет силы, начинают приставать. Вот. Что делать в это время? Нужно как бы не отвергать человека, но потихонечку надо его успокоить и как бы направить в нужное русло. Ну допустим, муж пришел домой и лезет к вам, он устал. Надо как бы обнять его и в душ. Потихонечку, потихонечку, раз в душ его отвела. Он когда как бы к вам лезет, он становится безвольным. В это время вы можете его везти куда хотите. Взяла его, в душ отвела, как бы там он помылся, ему легче стало уже. Потом посадила, покормила. Покормила и потом он уже насытился, все. Он уже получил силы. Все. И ни в коем случае не надо его потом везти к телевизору. Вот это вот объект, негативный объект номер один в квартире. Кстати, всегда мебель, все вокруг него стоит, знаете. В центре как бы жизни телевизор у людей. Это страшно, потому что этот объект никогда сил не дает. Он просто сжирает наше время и все. Время предназначено для семьи, для детей, для любви, для отношений. Уничтожает этот ящик. Ну, женщин часто уничтожают телефон. Когда вы с подружками не по-доброму общаетесь, просто сплетничаете. В это время вы сил не набираетесь. Доброе такое, беседа с любовью. А женщина получает силу. Мужчина сплетничает, это надо выключать телефон. Нет помощи от этого всего. Мужчина сплетничает по телевизору, женщина по телефону. Разницы никакой нет. Третий тип мужчин, когда им тяжело, они начинают что-то делать. Заниматься своими делами. Как помогать в этом случае? Надо интересоваться их делами. Если вы подойдете, допустим, и спросите, как ты там гвозди забиваешь, как у тебя, молодец, так классно у тебя получается, в это время он вдыхает. И потом очень благодарен вам за то, что вы подошли, интересовались тем, что он делает. Очень благодарен, ему нравится. Если женщина, человек начинает заниматься своим хобби, женщина, наоборот, пытается ему запретить это делать, она разрушает отношения.